Привет, я ненавижу бутмэджик. Спустя огромное количество времени, потраченное на крафт реагентов, нам открываются ещё две ветки, наполовину забитые бутмэджиком. Нет, ну конечно тут открывается и ботания, но мне запретили в неё играть. И всё, что мне остаётся, это ждать, пока ваня её пройдёт. Но хотя бы в этой ветке у нас открываются ритуалы, а это значит, что я наконец-то смогу автоматизировать бутмэджик. Это чё? И больше никогда к нему не возвращаться. Ага, да, конечно. Начнём, пожалуй, с того, что открылась в предыдущей серии, а это начало ботании и пару семок из мистиковой культуры. Ваня начал делать первые цветочки, а Денис решил заняться семками. Мне же остается только продолжать трахать бутмэджик, и это занятие безумно интересное. За кадром я подключил химические столы к МЕ, чтобы была возможность заказывать всякие эссенции. Я их разделил на три типа крафтов. В первом столе крафты, которые работают просто так, ты их заказываешь, и они просто работают. Во втором столе крафты с ведрами. Дело в том, что они не используются в крафте, и их нужно постоянно забирать. Ну а в третьем крафты, в которых два одинаковых предмета. Когда интерфейс подаёт два одинаковых предмета, они стакаются в одном слоте. И я решил эту проблему просто гениально. Заказываешь сразу по два стака эссенций. Кстати, для одной эссенции мне сейчас нужно автоматизировать костёр из рутса. Я не знаю зачем, но автор вдруг решил возродить рутс на семнадцатой ветке хвостов. Это тактический булыжник, он тут должен быть. И теперь я, собственно, заказываю эту эссенцию. Всё работает. Я автоматизировал ёбаный костёр. Стил, а хочешь фокус? Поставь незрак рядом с костром и подожги его. И чё, работает? Тактический незрак тогда получится. Потом смотри, система с зельями. Я её всю переделал, посмотри на это дерево. Она даже выглядит понормально. Ну хотя не выглядит понормально, окей, это выглядит как страшно. Страшно. Ваня тем временем сделал пьюр дейзи и поздравляю у нас новый трофей. Кстати, этот кусок записи ещё с 31 мая 22 года. Нормально так. Через какое-то время Ваня сделал базу ботании и теперь мы можем делать всякие штуки из маны. Кстати, все руны из ботании делаются из реагентов, так что... Я выпросил у Вани две моностали и... Ай, две моностали. Сделал из них меч и мне открылся большой кусок бутмэджика. Теперь хотя бы и есть чё поделать. По квесту меня просят сделать Сэнтиэнс Ворд. С помощью него можно выбивать такие вот бутшарды. Но для его крафта нужен реагент с четырьмя рунами из ботании. Так что следующие полчаса я смотрел на Ваню. Да-да. О, да. Спасибо, спасибо. Всё. Меч. Я зачаровал меч и отправился на фармилку. И, на удивление, бутшарды выпали очень быстро. Теперь с помощью них можно сделать апгрейд на Блуд-Алтаре. Для этого нужно сделать четыре таких вот красных камня. Во-первых, можно алтарь проапгрейдить. Наконец-то. С помощью этого же камня делается новый тир орба. И он уже будет вмещать целый миллион ЛП. С помощью нового тира алтаря я сделал апгрейд слейтов. И после этого нам открывается последний четвёртый тир реагентов. Так, ладно, этот простой вроде. А, новый тир кожи. В крови заманчивается. Но займусь ими как-нибудь потом. Так как Ваня сделал портал в следующее измерение дивана. О, да. Очередное измерение. Абсолютно точно не похоже на другие. Ну всё, погнали, короче. Сервер из Дэд. Всем спасибо. До свидания. Слушай, они чё-то поменяли реально. Автор зворки чё-то поменял в этих измерениях. Они стали какие-то покрасившие, что ли? Нет. Абсолютно такие же, как были всегда. Геймплей дивана в этом измерении никак не поменялся. Нам снова нужно убить пару мобов и отправиться в кастомные данжи от авторасборки. Я нашёл летающий дом. Чё за летающий дом? Чё в нём? Реагенты? И что самое крутое, в сундуках этих данжи лут вполне себе неплохой. Вскоре Ваня с Денисом нашли большой данж и мы отправились с него. Ну погнали. Блин, прикольное место. Данж оказался очень прикольный. Первый этаж разделён на четыре комнаты, каждая из которых задекорена под один какой-то конкретный мод. Погодите, ребят, а тут кнопка внутри печки. Нажали её и ничего не произошло. Сверху по лестнице, кстати, есть какая-то дверь и, возможно, нам нужно её открыть. Так что мы начали искать кнопки в остальных комнатах. На втором этаже, кстати, ещё оказались четыре комнаты. Это комната с тотемиком, библиокрафтом и ещё какие-то две непонятные. В одной из комнат, где куча руды лазурита, короче, проплыв куда-то наверх. В комнате с рудами мы нашли проплыв куда-то наверх, и там Ваня нажал кнопку. Кнопка. Чё-то произошло. Но дверь всё ещё не открылась. А у меня не может. Мы начали разбирать комнаты, чтобы найти остальные кнопки, и через какое-то время нажали их все. Нажал. Дверь не открылась, но, оказывается, за каждую нажатую кнопку нам давали пауки и фрагменту. И объединив их в верстаке, можно получить ключ. У меня один. У меня один. А, ну всё, восемь. У меня здесь верстак на палке. Только вот верстака у нас нет. Ну чё, возвращаемся. Тут есть верстак, тут есть верстак. О май гад. За этой дверью оказалась кнопка для призыва босса, и мы убили его за три секунды. Какой классный босс. Да, классный босс. Гаруша для битья. Окей. У меня, кстати, апалача, босс дурки. Да-да-да, там видишь двери, наверное? Вон сверху. С босса выпал ключ, который открывает сокровищницу. В ней мы нашли маяк из атома и пару приколов для крафтов из Абисова. И на этом данж закончился, поэтому мы вернулись на базу. Из фиолетовых душ делается меч немного посильнее, так что я взял человеку и сделал из него спавнер. На самом деле меч всего лишь на два урона получше, чем предыдущий. Короче, на предыдущем 27 урона, на этом 29. Ну а теперь все, что мне остается, это продолжать трахать Блуд Мэджик. Ого. Смотри, какая хи***а на меня сейчас. Она исчезла. Крафт эдеманслейтов занимает какое-то нереальное количество времени. Мне кажется, на две таких штуки уходило аж по 10 минут. А я таких скрафтил около двух стаков, чтобы прообрядить все руны в моем алтаре. За кадром я тут, кстати, прообрядил инсенс алтарь, который мне дает баф крови за структуру вокруг него. И баф такой вообще немаленький, аж плюс 120%. Крови настолько много он дает, что она не вмещается в алтарь. Так что мне пришлось сделать очень много рун капасити, и все еще кровь не вмещается. Я сделал 8 рун капасити, но до сих пор мало места, чтобы вместить всю кровь с одного клика. Ваня тем временем наконец-то сделал руны для активатора ритуалов, и стал их превращать мелки на моем алтаре. А Денис тем временем сделал крутую библиотеку со всеми зачарованиями, так как они до этого валялись тупо по всей базе. Мы туда, кстати, решили принести все наши трофеи за ачивки. Кроме мелков, на активатор ритуалов еще нужны новые эссенции и реагенты. И тут настолько все плохо, что нужна x5 переработка руды из механизма. А ты знаешь, насколько она огромная, так что этим займется Ваня. Я тем временем снова начал делать реагенты. И по сути тут не так уж и все сложно, кроме еще одного тиразелий. Моя система зелий это лучшее, что я строил в своей жизни. Ваня доделал все эссенции, и нам наконец-то открылся квест на автоматизацию воли. Вот только текста там... Ебал там текста! В общем, займусь-ка этим попозже. Тут, кстати, открылась какая-то штука из Абисова, и ради нее нам снова пришлось вернуться в красное измерение. Крафтится она, кстати, из той штуки, которую мы нашли в фиолетовом данже. И, похоже, это спавнилка данжа. По квесту написано то, что эта штука работает только в горном биоме и на высоте 40, так что нам пришлось закопаться. Короче, все вот тут ставим, сейчас если что, пофиксим. Так, и что эта штука делать будет? А, о, данж заспавнился. Данж, на удивление, выглядел неплохо. Он красиво построен и не так сильно режет глаза, как все в этом страшном красном биоме. Если честно, даже удивлен, что это от того же разраба Абисова. По данжу мы бегали немного, и в самом низу нашли босса. Тут этот чел. О, господи, как он все равно выглядит. Вот я ждал, когда мы с этим челом будем сражаться. О, блядь. А он меня что-то это пробивает. Да, да, мощнее. Не знаю, мне не пробивает. Его закрыть. Держи свой ключ, трансмутируй его в рабочий. Сундук позади меня содержит легендарное сокровище Дредлэндов. О, фиолетовое измерение. А, блок земли. Легендарный трешер. Откройте сундук. Все, у нас есть легендарный блок земли в трофейной. В данжеване нашел кристаллайзер. И тут нам открывается химия из Абисов Крафта. Зачем? Работает эта штука очень круто. Ты сжигаешь в ней какие-то предметы и соединяешь их в химикаты. Иии, все это вся химия. Как это выглядит вообще? Кристаллик вот такой. И этот фиолетовый кристалл был последним компонентом для активатора ритуалов. Так что я наконец-то смогу автоматизировать кровь. Под алтарем у нас есть большая комната под велокрафт, которая почти не используется. Так что ритуалы я буду ставить тут. Я построил алтарь с помощью билдера и выкопал небольшую комнату под проклятую землю. Она будет спавнить мобов, а ритуал их будет дамашить и переносить кровь в алтарь. Теперь мне нужно заменить большую часть рун на алтаре, так как ритуал сейчас выдает всего 100 лп и это очень мало. Для этого мне нужно сделать очень много сакарифайс рун. Делается они в ойсм алтаре с помощью огромного количества слейтов. И это будет делаться очень долго, так что решил это немного ускорить. Для этого я решил прообретить свой инсенс алтарь. Делается это с помощью специальных камушков. И теперь нужно поставить какие-нибудь блоки из списка. Я поставил немного песка души и подожженный нынзерак. Теперь эта штука выдает плюс 200% в бонусах крови. Я доделал какое-то количество рун и решил все-таки заменить проклятую землю на спавнер ведьм. Так как они хилятся и не нужно будет собирать лут с убитых мобов. Вот только перед тем как выйти из сервера я забыл выключить спавнеры и... Значит, захожу я сегодня на сборочку и тут у меня что-то как-то мало фпсов. Да, вот 12, 15, там на записи еще меньше. Значит, вниз спускаюсь. Это что за говно? Кровь вообще не уходит. Мне вот интересно, сейчас она демон слой, ты сможет сделать? Так, о, пошло. Нет, она не уходит, она тупо не уходит. Как же у меня мало фпс, когда я туда смотрю. Так, давай тэпнемся. О нет, не-не-не-не-не-не-не-не. Это была плохая идея, теперь все. Вы слышите дядские звуки. Кстати, чем больше видим, тем больше крови выдает ритуал. Так что эта система спокойно крафтит демон слойты. Повыполняв много бесполезных квестов, нам открывается квест на электротин. И получить его тут можно только с помощью ритуала из бутмэджика. Для этого ритуала нам нужно 100 ритуалстоунов, а еще миллион крови. Так что фарм занял какое-то время. Ух, какая штука. По идее, после активации ритуала эта структура должна уничтожиться. Но если поставить один бок обсидиана сверху, ритуалстоуны не пропадут. И можно будет его призывать еще раз. Это даже в квесте написано. И кидаю потенци-кор. А что-то должно произойти? С первого раза ритуал не запустился. И мне пришлось задово фармить миллион крови. Это заняло где-то аж 40 минут. О, 970, погнали. Проверяю ЛП, миллион ЛП. Нажимаю и кидаю ху... Да? Промазал. Кидаю ху... О, 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 сожралась, сожралась. Так. Меня почти убило. Так, у кого силы к тащу там, давайте. У меня, да. Ваня даже сделал специальную переработку для этого электротина. И мы можем получать с одной руды целых 6 пылик. Теперь мы упираемся только в автоматизацию душ. И это настолько душная фигня, что в квестовой книге аж 20 этапов. Но хотя бы есть видео-гайд. И по нему мы все делали. Денис Войди построил комнату. В ней мы будем фармить мобов. И ритуал их будет дамажить. Тем самым фармя души. В общем, расскажу кратко, как это работает. Первый ритуал дамажит мобов. И распаляет их души в чанг, в котором стоит. Потом в этом же чанге ставим второй ритуал. И он будет кристаллизовать эти души в кристаллы. И когда у нас появится 5 таких кристаллов. Мы ломаем второй ритуал. И ставим третий. Он уже будет на готовых кристаллах отращивать отростки. И сразу же их ломать. Тем самым фармя души. Короче, часть кристаллов копится. А часть распыляется. И все хауфорджи в этом чанге автоматически заполняют хранилище душ. Я надеюсь, вы хоть что-нибудь поняли. Эти души, кроме того, нужны для некоторых крафтах. И, например, из них делается какой-то цветной силикон для следующего квеста. Тут какая-то гадость силиконовая. Нужна будет. О, господи. Из него потом делается ключ для последнего измерения из Абисова. Наконец-то. Какой я хрень сделал. Работает-то, кстати. Вот эту волю не видят. Которая обычная. Блин, чуть-чуть радиуса не хватило. Так, я сделал эту хрень. Все, у нас там теперь остался какой-то супер-ключ. Смотри, какой блок странный. Он еще ломается, как стекло. Ладно. Как он ключ? Он у Вани, да, наверное? Да. Система фарма крови на ведьмах работает, конечно, хорошо, но из-за нее у нас два фпса на базе, так что я решил перенести ее в воид. В ловере я потом построю отдельный алтарь и кровь буду переносить с помощью МЕ-системы. Тут для этого есть даже отдельные руны. Постройка алтаря в воиде настолько затянулась, что я этим занимался целый пятичасовой стрим. Я это вырезал и, поверьте, вы ничего не потеряли. Какие люди, а? Какие люди? Короче, мы застряли на том, что у тебя этот ключ красный от предыдущего босса, а следующая ветка открывается после того, как мы убиваем этого босса. Прошел месяц, Ваня зашел на сборку, и мы сделали ключ от последнего измерения Абисова. И чтобы в него попасть, нам нужно снова зайти в красное измерение и поставить там портал. Для того, чтобы нам было поудобнее, я тут сделал эндер сумки, которые нам позволят выкидывать всякий хлам даже сквозь измерение. О, стальная биба. О, это измерение хотя бы не выжигает глаза, так что хотя бы на этом спасибо. Новые гули. Понятно, гуль второй сезон. Тут очень много всяких домиков, в которых вполне себе неплохой лут. Че у нас тут? А, кровать взрывается. Она чуть меня не убила. Спасибо, что почти меня убил. Она меня тоже чуть не убила. В одном из домиков я нашел энгрейвер, на котором можно тупо печатать бабло. Оно нам по крафтам пригодится. Еще тут есть какие-то пики точеные, которые копаются только будто мэджикеркой. Благо, я себе ее сделал, и в них ничего не было. Вау, тут ничего нет, круто. Денису они нашли какого-то торговца, с которым можно торговать только если у тебя есть некрономикон. А я тем временем нашел какие-то крейты с рандомным лутом, и там ничего особо полезного не было. Еще немного побегов, мы нашли место с химическими кристаллами. Накопали их, и Денис меня пульнул каким-то зелем, которое меня чуть не убило. Еб***ь, она дамажит, кстати. Денис, хиль, хиль, блядь, Денис. У меня палка не в руках, где она? Антиматор на три минуты, я понял. Пацаны, я домой пошел молочка выпью. Смешная х***. Я надеюсь, она молоком не сбивается. Нормально, молоком сбивается. Автор не докодил нормально. Антиматерия жидкая. А, а. Денис реально думает, что я вас дамажил от того, что он ведро взял, а не потому что я под ним поставил. А, ну ты садикал. А, и че дерешься? А, не бей. Ди, ты на Меродракс с антиматерией. Удачи меня убить, у меня 160 уровней. Хочешь, будет ноль. Нихрена, что из тебя? Ваня, что из тебя вылезло? Это кто? По квестам у нас открылась новая ветка, и в ней нас просят проапгрейдить наши некорномиконы. Теперь они могут хранить намного больше энергии, а значит и зарешаться на 2-3 часа дольше. Мы поставили книгу на зарядку, и нам открылся вроде бы последний босс из Абисова. И для того, чтобы с ним сразиться, нам нужно снова вернуться в то измерение. В одном из квестов нам автор сборки выдал бэкпак, в котором есть телепортировалка на нулевые координаты. Мы ее прожали, и тут оказался данж, в котором испавнится этот босс. Данж тоже прикольно выглядит, но лута тут нет, так что мы сразу отправились на босса. Ух, смотри, какая ебака там. Блин, слушай, красивый данж. Предлагаю сделать это нашей базой. Там как раз много места, и выглядит красивее, чем база стила. Он встал. Ну и че ты встал? Че усять? Ну он меня отодвигает. Он меня реально тоже отодвигает. Куда ты меня двигаешь? Оставь на месте. Да куда ты? Эээ, куда? Что это за белая дичь? А, нет, он меня... Он меня вот только запрещал. Он куда... Что? А? Че, он меня тэпнул в другое измерение? Я в подземных джунглях. А так и должно было происходить? Я не знаю. Мне просто интересно, как бы мы отсюда выбрались, если бы у нас не было телепортировалки домой. Что происходит? Это черного в черную дуру, походу, засосало. На него какой-то откат по ударам. То есть его может оббить раз в пять секунд. Это сервер плохо, по-моему. Да, сервер немного очень плохо. Почти убили. Все. Убегайте. Стил убегает туда, он бомбанет. Господи, там какой-то сюжет, это и... Ой, сюжет, Абисов Крафта. А, и все. Казалось бы, что это финальный босс, но тут, оказывается, есть еще одно измерение из Абисова. И для этого нам снова нужно проабгрейдить Некарономикон. Крафтится эта книга из блоков Экзаниума. Если что, это слитки, которые выпадают с этих больших черных мобов. И мы их засунули в спавнер. Все. Бим-бим-бам. Ваня, это твои подписчики? Они смотрели твои обзоры на Лего твои, смотрели, да? Что ж, и чтобы попасть в это финальное измерение, нам нужно полностью заполнить новый Некарономикон. И вы не представляете, насколько долго это заняло по времени. Мы где-то часа три сидели, чтобы зарядить три Некарономикона. И теперь с полностью заряженной книгой нужно просто прыгнуть в войд в последнем измерении. О, ядрить реально новое измерение. И последнее измерение из Абисова, это просто биом, который и так спавнится в Овере. Тут куча шедоукричеров, и нам нужно тут призвать последнего босса. Самое крутое, что для призыва этого босса нам снова нужно зарядить книгу. 58, да ё... Она заряжалась настолько долго, что мы закрыли все дополнительные квесты, которые были в предыдущих ветках. Эти три квеста мы не сможем пока сделать, остальная ветка уже завершена. Не, реально, буквально все квесты, которые нам доступны, мы сделали. Так, ну чё там, зарядилась твоя книга, говна? Книга, наконец-таки, зарядилась, и мы отправились призывать босса. Разбежавшись, прыгну со скалы... Вот это... О, всё появился. Им оказался просто большой шедоукричер, которого мы убили за три секунды. А, да? И ради этого босса мы ждали около четырёх часов, чтобы зарядить книги. Я люблю Абисов Крафт. Спасибо, что он закончился. С помощью меча, который выпал с финального босса, мы можем долбить мобов и получать какие-то души. Нет, это не те души, которые сбудут Мэджика. После этого открывается большой кусок ботании, и мне её придётся скипнуть, так как её прошёл Ваня. Ваня чё-то делает, а мы ничего не можем делать, потому что всё заочено на ботании. Если вкратце, Ваня сделает арасталь, который тут делается ванильным способом, и открыл Эльвин Трейд, в который ты кидаешь всякий кал и получаешь за это другой какой-то кал. Из чего-то прикольного нам открылись кейзинги из кварца. Но это не моя проблема, так как я не прохожу ботанию. И, наконец, то, что я очень долго ждал, а именно это Крафтинг Терминал. Он добавляет тебе верстак в терминал, что позволит тебе крафтить из любой точки на базе. Но радиус его пока что ограничен, так как нам инфинити карта всё ещё недоступна. В этой ветке остаётся ещё немного Блуд Мэджика, и в следующем квесте мне нужно сделать Демон Блуд Шард. Но на них нужно по полбассейна манны, и причём таких штук мне нужно 16. О, это новый Орб, наконец-то. В общем, около пяти часов Ваня делал свои руны, а я делал свои на новый Тиралторя. Теперь делаем пятый Тиралторя. У меня тут, короче, есть Сигила, которая показывает прогресс крафта. Морб. Морб. В общем, такие синенькие руны ускоряют выкачивание крови из алтаря, и я их сделал очень много, так что скорость вполне себе неплохая. Так-то нормально, да. Ну всё, короче, да. А, ну и под конец видоса мы сразимся с Гайей. Не сразу же его на превьюшку поставил. Ну а давайте сначала посмотрим, чё там Денис построил. Жесть, Денис тут настроил. А чё, чё-то нафармилось? А чё-то фармится. Эта штука задумывалась как место подсемки, но спойлер мы так ни разу ей не воспользовались. О, аниме-музыка. Телепортировала. О, всё. А, ну всё, Гайю убили, можно выходить. В натуре. Уйдимся через месяц. Так, я свой абиссовой мини-гон... Абул... Абис... Абис...